Конкурс художественного чтения среди педагогов Московского района прошел накануне Большого праздника Дня Учителя. В этом году он был посвящен знаковой дате – 20-летнему юбилею Ассоциации Учителей Республиканского Общественного Объединения «Русское общество». В прошлом году конкурс был посвящен блокадному Ленинграду. В этом году посвящается 20-летию существования нашей Ассоциации Учителей. Есть очень талантливые учителя, которые любят поэзию, хорошо читают стихи, и они как-то из года в год принимают участие в наших конкурсах. Конкурс всегда этот проходит очень одухотворенно. Наши педагоги, они мастера своего слова, знатоки поэзии и русской, и белорусской, и зарубежной. И русский, и белорусский язык на одном уровне, на одном месте. И учителя в школах, в институтах уделяют много внимания и тому, и другому языку. В наше время, как бы я подчеркну, это особенно важно, потому что никому не секрет, что тяжело приходится некоторым, где русский язык отменен. Я желаю успехов нашим конкурсантам. В этот раз в конкурсе участвовали 15 человек, представители школ Московского района. Каждый из них старался впечатлить жюри выразительным чтением стихотворных произведений. Мир и просит грозный враг. И в отъятый краю шведа прибыл Брантов уплый год. И пошел навстречу с шведу всей семьей наш юный флот. И воинственные внуки стали в строй перед стариком. И раздался в честь науки без верхов и пушек гром. Важно отметить и то, что основу мероприятия составили не только произведения известных авторов. Некоторые талантливые участники постарались поразить судей своим творчеством, что не могло остаться незамеченным. Мой диалект понятен и простой. Он не язык, конечно, и не мова, но для меня он близкий. На конкурсе художественного чтения звучали многочисленные стихотворные произведения известных поэтов. Таких, как Марина Цветаева, произведения которых способны затронуть до глубины души. Александра Пушкина, великого классика русской литературы. А также советского поэта-песенника Льва Ашанина, стихотворение которого невозможно читать без эмоций. Это необходимость такого конкурса, потому что это объединяет учителей, искусствоведов, любителей художественного слова. Это объединяет не только людей, но и культуры России и Беларуси. Мне всегда очень приятно бывать на этом конкурсе, потому что я слышу талантливых людей. Я слышу образцовую речь и черпаю для себя энергию в этом конкурсе. И, в общем-то, позыв к дальнейшему творчеству собственному. Сегодня я буду читать авторские произведения и стихотворения Марины Цветаевой. Это отличный повод увидеть, как коллеги, старшие, взрослые коллеги рассказывают, делятся опытом, посмотреть, перенять что-то для себя. Это действительно бесценно, когда есть такая возможность увидеть такой большой, как массово, их всех увидеть в одном месте, скопление любителей литературы, просто посмотреть, отдохнуть. Я сегодня читаю отрывок из повести о Сонечке Марины Цветаевой. Я выбрала это произведение, потому что когда-то, очень давно, еще в школе, я слышала, как его читала однажды одна девушка. И мне настолько это понравилось, что плюс скоро юбилей у Марины Цветаевой, поэтому очень тематически выбрать хотелось его, потому что образ этой Сонечки мне как-то очень близок, и мне очень нравится это произведение. Разнообразие стихотворений не могло не впечатлить судей. Каждый из них остался в восторге от прочитанных произведений. Мероприятие прошло в приятной и спокойной атмосфере, в которой каждый человек смог проникнуться красотой и выразительностью родного языка. Спасибо. 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 Спасибо.